Слава Богу, приветствую вас! С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Победа Господа, она сладкая, как мед. Не в смысле сладко на языке, оно сладко в жизни. Оно придает такое ощущение свободы, мира, радости, полноценности, надежды. Потому что Бог всегда дает победу. Слава Богу! Что меня радует? Это то, что дьявол уже поражен. Он поражен давно. И не важно, как он придет к тебе. Он может прийти к тебе через болезни. Поражен. Семейную проблему – поражен. Финансовые проблемы – поражен. Бизнесовые проблемы – поражен. Политические проблемы – поражен. То есть, каналы, через которые дьявол может приходить, разные. Но радость в том, что неважно, как он придет, он уже поражен. Если он будет кричать или щепотом, он будет через музыку или через крики – он уже поражен. Главный вопрос – как держать его поражением. Потому что у многих людей есть такая специальность – оживить того, что уже поражен. Приносить в жизни то, что Бог разрушил. И мы хотим, чтобы то, что Иисус достиг для нас на кресте, поражав дьявола, чтобы мы сохранили позицию в этом же – сохранить победу и держать дьявола пораженным. Давайте послушаем. Это такая классная проблему. Рекомендую. Не выключайте телевизор. Попросите друзей и знакомых. Слушаем вместе. Пусть вас Бог благословит. Когда Господь Бог спас нас, дьявол был поражен для каждого из нас Господом Иисусом Христом. Иисус не обязан был победить дьявола для нас. Не обязан. Он мог бы сказать, давайте создадим новых человеков. Уничтожим этих. И Он бы успешно это сделал. И мы, наш род был бы забытый на веки и веки. Создал бы других. Ему не надо ни перед кем отчитываться. Вообще ни перед кем. Что его остановил? Его любовь. Библия говорит, что Иисус отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Он не тайно их победил. Он не тайно победил, а принародно восторжествовал над ними собою. Заметите, Иисус своей смертью и своей кровью, он лишил того, кто имел державу смерти. Дьявол. Он победил его. Заметите, кровь Иисуса и смерть Иисуса избавил дьявола от его силы. И нас избавил от той диктовки дьявола, которую он имел на нашу жизнь. Но теперь, имея это, давайте войдем в глубину всего этого. Смотрите, сатана поражен, да, но он не похоронен. Вот это плохая новость. Что же он делает? Какие цели у дьявола? Десятия глава, десятия стих. Евангелие от Иоанна, Библия говорит. Вор приходит только для того. Заметите, у него других целей нет. Мы имеем дело с врагом, который мы знаем, что он хочет, какие его тактики. Вы знаете, как удивительно? Мы все о нем знаем. Но мы все равно ему даем право, я не понимаю. Заметите, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Заметите две позиции. Заметите, сатана пришел украсть, убить и погубить. Он хочет убить тебя, твое призвание, твои таланты, дари, так, чтобы ты не приносил ползу ни жизни, ни царству Божьему, а так, чтобы ты жил напрасно. Он пришел как раз убить и погубить, потому что он хочет губить тебя полностью, окончательно, чтобы забрать тебя с собою в аду, в вечное мучение, в геену, чтобы ты был потерян навеки. И это его конечная цели. Он поэтапно работает, украдет, убить или погубить. Если ты ему дашь дорогу, он пойдет до конца и погубит тебя полностью. Что интересно, вот когда дьявол пытается все эти его махинации делать, наряду со всеми этим рядом, недалеко, находится Иисус, который рядом с тобой, и говорит, я пришел, дать тебе жизнь, жизнь с избытком. И он всегда предлагает тебе, выбери жизнь, выбери меня, я даю тебе жизнь, я даю тебе благословение. Заметите, самое печальное для Иисуса, это когда дьявол в феверке перед тобой крутит, Иисус говорит, выбери меня, я даю тебе жизнь. Он же надеется, мы же христиане, да, божьи дети? И мы смотрим ему в лицо, отворачиваемся прямо к дьяволу. А при этом он умер за нас. Это очень больно. Кто-то сказал, у Иисуса анестезия, он не чувствует этой боли? Нет, он чувствует. Библия говорит, он тронут нашими. Всем, что нашим, его трогает, на него влияет. Я представляю, сколько из-за нас он пережил боль. Поэтому важно нам знать, как сатана работает. Для того, чтобы мы держали его поражением, побеждением навсегда. В Библии мы видим несколько духов, которые названы, это тот метод, как работает дьявол. Это находится в 2 Тимофея 1,7. Там говорится о, ибо Бог нам дал духа небоязни, но силы любви целомудрия. Дух страха. Дух боязни, дух страха. Дух страха – это дух напуганности. Это дух внутренней сломанности. Это дух волнения и стресса. Этот дух парализует тебя из-за внутри. Это его задача. И этот дух легко может уничтожить тебя, даже убить тебя. Потому что стрессы, волнения, эти страхи, оно все гармонии человека путает настолько. Наш организм реагирует на эти вещи. Они реагируют. А все перемены организма, неправильно, неверно, рождают болезни, от которой люди умирают. 1 Тимофея 4,1. Дух же ясно говорит, Дух первый, который говорит, это Дух Святой, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Каким образом они отступят? «Внимая духом оболстителем и учением бесовским». То есть, еще есть такой дух, называется Дух оболщения. Это дух соблазняющий. Это дух совращения. Это дух искушения. Это дух, который приносит заменители. Отвлекает от главного. Это дух, который заменяет Слово Божие. Приносит ложное учение. Приносит всякую ложь. И даст тебе ее, как будто это реальность. Главная сила этого духа, это твое внимание. Написано, уйдут от веры, внимая. Самый лучший метод победить дух оболщения, это вообще ему не внимать. В принципе, это один из методов, как победить дьявол. Не дай ему внимания. Игнорируй его. Римлянам 8, 15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который мы называем Ава Отче. Дух рабства. Этот дух пытается опять вернуть тебя обратно в мир. Замерите, чтобы опять жить в том, что было до покаяния. Опять. Это тот дух, который, если ты свободен от чего-то, этот дух приходит пытаться тебя опять вернуть обратно туда, откуда ты вышел. Есть такой дух, который дьявол имеет, называется дух рабства. Есть много других духов, которые мы видим в Библии, которые я не буду объяснять, не буду давать местописание. Например, дух лежи, который даже говорил через пророка. Лежи пророчества – это не отсутствие пророчества. Это не человек просто от макаронии говорит. На самом деле, есть и сверхъестественное явление. Но это дух лежи через человека. Оно приносит левые откровения. Дух немощи приносит слабости в теле и болезни. Разрушает иммунитет. Дух мира сего. Это создает мирскую культуру в твою душу, в твою жизнь, вокруг тебя везде. Дух антихриста. Этот дух воюет со всем, что помазано и со всем, что Богом призвано и против самого Господа Иисуса Христа. Я специально взял все, что написано, как написано в Библии, дух того, дух того. Специально. Чтобы вы видели в этой разновидности, как дьявол работает. Конечно, возникает вопрос, что первое приходит и до поклонства или дух. Неважно, что первое приходит, и то, и другое приведет тебя в ад. И надо и то, и другое убрать. Хорошо. Поэтому наша задача все это победить и не позволять через нас, чтобы это проявлялось. Если в твоей жизни что-то из этого проявляется регулярно, увы, у меня плохая новость. Какой-то демон, дух недалеко от тебя постоянно. Тогда следующий вопрос, который естественный, это хорошо, пастор Генри, а как же держать его поражением? Как поражать дьявола, убрать его с жизни или вообще победить его? Это одна фраза была бы. Вот. Будь наполнен Богом. И тогда вопрос дьяволом решен. Написано, Марка 5, глава 2, стих по 8. Я не все буду читать. И когда вышел из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов. Человек одержимый нечистым духом. Имел жилище в гробах, и никто не мог его связывать, даже цепями. И потому что он многократно был скованный, но он разрывал цепь, он очень мощный, сильный. Дьявол через него вообще работает. Крупно работает. Но заметите, этот человек, он ли по ночам там, он не спал. Просто написано, ночью и днем. Одно из признаков действия дьявола, когда человек и ночью и днем не спит. Это яркий признак. Он имеет струни в этом человеке. Не относиться к бессоннице просто так. Да, это просто моя особенность. Нет. Человеки, которые Бог создал, у них особенность спать. Когда у них не получается, то их Бог дает возлюбленному сон. Увидел же Иисуса издалека, заметите, он порабошен демонами. Дьявол Кируе. Царствует в его жизни. Смотрите, что он сделал. Дьявол прибежал и поклонился Ему. Одно, что дьявол не может забрать, это твоя воля. Он может разум брать. Он может гнать, как гнал его. Он может что угодно. Не демон поклонился, а человек. Когда он поклонился, демоны начали через него говорить. Но решение прибегать к поклоннице, это было решение человека. Он захотел. Я не знаю, что Иисус делает. Я не знаю, он освободит меня или нет. Я не знаю, я буду нормальным или нет. Но я хочу. И иду с этим честно, искренне, к Иисусу. Упаду перед Ним. Что хочет, пусть то и сделает. Вот это настрой человека, который освободится. К официантам 4 глава, 22 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в оболстительных похотях его. Дальше. И обновиться духом ума вашего. Дальше. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведность и святость истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближному своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь не согрешайте. Дальше. И не дайте, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впереди не кради. Лучше трудись, делай своими руками. Полезно, чтобы было с чего уделять нуждающимся. То есть, иди от того, что ты воруешь, и переходи на то, что ты начинаешь обеспечить себя и даже другим помочь. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, только доброе. Так. И не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. По 32-й будем. Всякое раздражение, и ярус, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будет удаление от вас. Но будьте друг от друга добрыми, сострадательными, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Халлилуйя. Покаянная жизнь. То есть, если мы желаем, чтобы дьявол остался поражением, как Иисус поражал с самого начала ради нас, нужно учиться покаяться. Самое первое. Надо учиться покаяться. Покаяться – это признать свою неправоту. Покаяться – это принять решение отложить. Это неправильно, это не так. Я принимаю решение оставить это. Это не надо, это неправильно, это не нужно. Как узнать, что надо оставить? Написано там, где мы читали, что оно в оболстительных похотях. Все, что в твоей жизни рождено какими-то похотями, надо отложить. Потому что в похоти живет дьявол. Это один из инструментов, который он использует, чтобы держать человека под своей крючкой. Он держит это. Поэтому надо учиться покаяться. В новоапостольской церкви они поняли, единственный метод полностью поражать дьявола – это раскрыть его дела. Потому что в тайне дьявол процветает. Именно в тайне. Почему Библия говорит, что все, что делают, они в тайне. Потому что Бог – он свет. И все, что Божие, оно во свете. А все, что дьявол, оно в тайне. А почему он в тайне? Для того, чтобы тебя мучило вопрос. Что обо мне подумают, если я покаюсь? Второе, не только покаяться надо, надо отрекаться. Библия говорит, отложите, оставьте и отдавайте нового. Нужно отречься от этого, отказаться от этого. Это нужно словами говорить. Каюсь и отрекаюсь от этого. Отрекаюсь от духа, который меня двигает. Я отрекаюсь от этих последствий. Отказываюсь от того и того. Это не значит, оно тебе не нравится. Оно нравится, как одеяло мне рано утром. Скажите, каюсь. Скажите, отрекаюсь. Скажи, отказываюсь. Такие слова на дьявола влияют. Заметите. Одевай нового человека, новый образ мышления. И в покаяние, в отречение входит, меняй твое окружение. Противостаньте дьяволу. Надо учиться ему противостать. Имей привычку идти в противоположном направлении от того, как идет дьявол. И он всегда убежит. Всегда. Якова 4.7 Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если у тебя история противостаньте дьяволу, скоро ты станешь очень авторитетным человеком в мире демонов. И не важно, в какую страну ты пришел, они увидят тебя и убегут. Но надо создать историю поражения дьявола. Создай. Начинай с себя. Сегодня. Вот многие люди, когда молятся, у них ошибка в чем? Они идут поражать дьявола. Нет. Дьявол уже поражен. Мы собрались, группа 10 братьев и сестер. Что они будут делать? Поражать дьявола. Нет. Он поражен. Но мы идем с победой Иисуса. Чем мы поражаем дьявола? Мы поражаем его разными вещами, но в том числе Словом Божьим. Имея в виду, мы поддерживаем поражение, которое он уже получил от Иисуса. Когда мы приходим Словом, поэтому мы приказываем. Поэтому мы говорим ему, что делать, и он должен исполнять. И вот это я делаю всегда, когда я молю за исселение. Я обращаюсь к болезни, обращаюсь к дьяволу. И всегда болезнь уйдет. Давайте посмотрим на некоторые свидетельства о том, как Бог дал людям свободу. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое Его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. Татьяна 20 лет не слышала на левое ухо. А сейчас она начала слышать на левое ухо. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вы знаете, где левое ухо? Закрываете правое. А вы сейчас меня слышите? Да, слышу. Левым ухом? Левым ухом. А сейчас? И сейчас. А сейчас? И сейчас. Иисус. Повторите за мной. Иисус. Иисус. Любит меня. Любит меня. 20 лет ухо открылось. Слава Богу. Боже, благодарю Тебя за это чудо во имя Иисуса. У Светланы на протяжении длительного времени были боли в плече. Во время молитвы боль прошла. Также были боли в коленных суставах. Она не могла поднимать ноги. Сейчас можно поднимать. А у вас была боль в каком плече? В левом. Как только вы сказали. Смотрите туда, чтобы вас видели. Да, только сказали, что плечо это. У меня начало плечо двигаться просто само по себе. Само по себе. Вы видели, как Дух Святой вас любит. Прямо двигая ваше плечо. Что с ногами было? А с ногами, ну, коленные суставы очень болели. А сейчас? Тяжело это. Сейчас резкая была боль. А потом боль ушла и просто сейчас. И стало свободно? Да, стало свободно. Спасибо Тебе, Господь. У Натальи около двух месяцев болел правый локоть. Сейчас после молитвы полностью боль ушла. Два месяца локоть болела. Вот это ли правый? Да, и рука только так зипалась. А сейчас я могу полностью. Еще раз покажи. Вот так могу. Боже, спасибо Тебе за это. Мне очень нравится, когда люди получают свободу от Бога. Вообще-то, когда они получили эту свободу. Две тысячи лет тому назад, когда Иисус приобрел эту свободу. Сейчас мы заставляем эту свободу. Мы заставляем поражение дьявола. И когда мы заставляем, то приходит свобода. И всякое угнетение уходит. Поэтому, как только человек знает, кто он во Христе, слава Богу, легко получается. Но первое, надо же быть во Христе. Если ты никогда не покаялся, не принял Иисуса, не стал во Христе, помоли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Войди в мое сердце, Господь Иисус, и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Амин. Слава Богу, если ты помолился эту молитву искренне, Бог услышал и простил. Теперь возложи руку там, где болит в твоем теле и скажи со мной, во имя Иисуса, дьявол, ты поражен. И именем Иисуса приказываю болезни уйти, здоровье прийти, во имя Иисуса. Амин. Боже, я соглашаю с ними и провозглашаю победу во имя Иисуса. Пусть вас Бог благословит. Радуйтесь в Господе. Мы любим вас. Бог вас любит. Держитесь Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова